Почему? Потому что тролль будет давать ему скорость атаки? Батлтранс, да, под Эмпауэром начинаешь шинковать. Ну, как бы, можно собрать Эмбер Спирита через физический урон, но... Или просто Эмбер будет собираться в свой дефолт, а тролль, Спирит, Силенсер и Магнус будут развлекать в это время Тимоникс. Не обязательно использовать тут физ ДПС Эмбера. Эмбер, он может и руками бить, даже имея Октарин, Вейл, Радик, там, что-нибудь такое, под Эмпауэром, под высокой скоростью атаки, ему не обязательно собирать артефакты, которые дают ему много урона. Ведь Эмбер, который покупает артефакты на урон, что он конкретно покупает? БФ, который не дает, вообще никаких статов. Кристалли с Дейдлос, который не дает, вообще никаких статов. И такой Эмбер, если он подходит в упор и начинает бить руками, то его как бы сфокусить очень просто. Поэтому есть ли в этом смысл, я не знаю. Такой Эмбер, он просто кидает фисты, а в таком случае Battle Trans ему не сильно нужен. Плюс ко всему прочему, тут инвокер будет в пике, играть контактно может не получиться у этого Эмбер Спирита. В общем, как пойдет игра, мы сейчас узнаем. Может быть, даже сейчас от начальной стадии Эмбер оттолкнется, что он будет собирать. Может, получится давить очень сильно, и тогда будет смысл какой-то Рейденс вообще зарашить. Спиритбрекер в пике есть у команды Freedom. Будет какая-то помощь со стороны. Не думаю, что оставят центр без присмотра. Игроки команды Freedom и инвокеру придется поднапрячься. Ну или, по крайней мере, попросить одного из своих саппортов, чтобы тоже помогал на центре против двух персонажей Freedom. У тролля тоже должно быть все хорошо на сейфлейне. Он все-таки может... Ну, он имеет рейнджовую форму или лишнюю. Он всегда, если что, может отойти и в лес, если вдруг его сильно защемили. Ну, там, после того, как доминатор купит. Вот начнет собирать фейзы, купит их, купит доминатор. И уже действительно можно отправиться в лес, танковать своим крипом нейтралов, чтобы не терять здоровье. Оставить, кстати говоря, сейфлейн сайленсер, что ему наверняка будет очень полезно, поскольку шестой уровень получить вот так просто он не может. Ему нужно будет либо книгу покупать, либо пулы постоянно делать, либо просто воровать экспу у своего кэри, что, конечно же, делать нежелательно. Посмотрим, как будет получаться. Дубу забирает Угрмага, героя, на котором очень сложно не помогать своей команде, потому что даже просто прокачивая Bloodlast и нажимая пару кнопок, ты уже делаешь свой пик в разы сильнее, делаешь своих физдпсеров опасней. Ну и сам он как-то плотнее, что ли. У него больше брони, больше здоровья, чем у любого другого роумера, как правило. И поэтому Дубу, наверное, все-таки справится со своим персонажем. У него не очень хорошо получалось играть на Earth Spirit. Поэтому Earth Spirit здесь Onyx забирать не стали. Что-то Тайтхантер ждет, как кто-то придет вырывать Нью Баунтируну. Хотя она, наверное, достанется не ему. У Onyx очень слабые герои на первом уровне, поэтому можно было бы пойти. Мы видим Иксмайка в топе. Ты говоришь о том, что он начнет эту игру из лесу. А покажите нам, пожалуйста, Магнус. Пока у него Тангусы, но на Респе талон, да. Это значит, что он будет фармить лес. Что же у нас будет в ноуфлейне тогда? Давай подумаем. Spirit Breaker, который попытается просто получать experience. Ну, поначалу можно отправить Spirit Breaker туда как-то спрятаться в лес. Сейчас Иксмайк даст баф Эмберу. Ему будет попроще в начале. И отправится фармить средние и сильные спауны в лес. Немного атаки добавляется, но все же проще. Ну, знаешь, как сказать. Тут Огр, он все равно сейчас будет зонить. Да, Огр уже заходит. Но грамотно проблочил крипов Эмбер Спирит. Там сейчас погибнет рейнджовый крип. И лайн будет пушиться в сторону Эмбер. Так что рано или поздно экспу свою увидит. Да, ну а здесь Spirit Breaker просто должен экспиться. Фармить ему скорее всего не дадут тут. Просто получать второй, третий. Так, снова Игнайт. Трудновато подойти к крипам. Уграмак постоянно зонит. Но приходится уходить в лес. Он знает, что там стоит Магнус. И желательно ему помешать. Правда, Эксмайк уже точку заформил. Он уходит в нижний лес. И дубу не может найти пока. Джубей расстреливает Тайтхантера. Да, пробивает его. Сайлансер может. По крайней мере, на начальной стадии. Тайтхантер ощущает его тычки. Слушай, нормально так пробивает. Ну да. Глэйвы бьют очень больно. Это pure damage. Поэтому Тайтхантеру неприятно ловить такие плюхи. Есть замедление. Пошел дебаф, топорики. И можно еще чуть-чуть накидать в оранжевой форме. Да. Можно. Но Тайтхантер выживает. Выбивает фласку. Слушай, тут Игл. Разбил Джиггернаута по улице. Если бы не Шадоу Уорд. Разгон в демона. И просто уходит отсюда. Он, наверное, пытается своровать баунти руну. Да. Пожалуй, так и есть. Да. И почти третий уровень уже будет. Инвокер мы видим тоже третий левел. Зонит Эмбер Спирита. У него 6 крипов. У инвокера 10. И у нас нейтралом отдается Иксмайк. Видимо, его там поднапряг немножечко Сайлансер. Интересно, получил ли Сайлансер интеллект? Давайте посмотрим. Нет, не получил. Тайдхантер там продолжает свое противостояние против Сайлансера. Очень ему не сладко тут приходится. Планировали, Ониксы, что Фридом будут забирать милишного керри. Учитывая то, что у них Магнус есть. А милишные керри, они проседают под Тайдхантером. Поскольку из-за Энчер Смеша очень сложно дамажить и самого Тайдхантера. И крипов добивать. И они надеялись, что Гарри Поттер сможет уверенно себя чувствовать на лайне и всячески мешать вражескому персонажу. Но тут появился тролль, который вроде бы и милишник. То есть он может переключиться в милишную форму и бить Сайлансера. Сложно представить какого-то другого героя, кроме Сайлансера, который будет способен зонить хардлейнера лучше. Ну, разве что какой-то Угармак опять же под бафом с Игнайтом может тоже гонять Тайдхантера. Эмбер 12 на 3, 23 у инвокера и 11 денаев. Пока у обеда все хорошо. А какая помощь может прийти к Эмберу? Ну, Сайлансер тогда оставляет тролля одного. Из-за того, что Магнус фармит лес, да, никакая помощь к Эмберу прийти, к сожалению, не может. Но надо отдать Иксмайку должное. Лес он фармит очень круто. Не постеснялся, да, не стал он экономить деньги и купил себе щиток, который невероятно жестко облегчает фарм Магнусу в лесу. Игл тут дает чардж. Слушай, Игл нормально стоит на лайне. Он будет иметь много у него тапов. Вот смотри, он еще и напрягает этого джиггернаута, разбивает ему регены. Тут подходит, правда, Варлок дает Shadow World. В инвизе сейчас джубей. Ждет, видимо, пока Гарри Поттер начнет фармить нейтралов, но Гарри Поттер этого делать не начинает. Не похож Тайтхантер на Гарри Поттера, если честно. Да, он какой-то слишком большой и полосатый. И зеленый. Да. Хотя они там постоянно экспериментируют со всякими зельями. Так что, возможно, это неудачный эксперимент и все получилось так. Ждет Шрайна Эмбер Спирит. Может, кто-то к нему подтянется. Да. Подходит туда Магнус. Восстанавливает здоровье. Чекоману. И сейчас под Эмпауэром можно вернуться назад. Ну, а Демон теперь издевается над Иглом. Хотя у Спирит Брейкера все не так плохо. Да, крипов мало. Семь всего лишь. Но зато он уже пятого уровня. Получает шестой. Может куда-то выходить. Пошел Игнайт. Джиггернал. Через Юриен. Надо убегать отсюда. Что-то он затянул немного. Может быть, стоило убегать куда-то в мид и сразу. Наверное, боялся получить стан от Дубу. Ставить Хилингвард. И можно попушить. Магнус старается откидываться шоквейвами. Забирать крипов на себя. Это самое главное. Пока у него не такой высокий уровень. Да и старается вымакшивать. Он Эмпауэр. Шоквейв просто берет постольку поскольку. Наверное, у него левел 5. И шоквейв 2. И Эмпауэр в 3. Скорее всего. Магнус 3-го левела. Собирается приобретать урну. Аркантапки не помешали бы на команду. Все-таки и инвокеру, и джиггернауту надо ману раздавать. Всем нужна мана. Всем нужна мана. Больно Эмберу. Пара-тройка тычек залетела. Санстрайк. Эмбер спирит погибает. Отлично сыгран на обед. Соло фраг. Ловко. Ловко. Без всякой помощи. За счет хосты, конечно, но... Тем не менее. БСД. Продолжает бить крипчиков. 45 на 5 на данный момент у тролля. 48 на 11 у джиггернаута. Дальше идет инвокер. 45 на 26. Ну и Тайтхантер втесался в четверку лидеров. Уже есть аркан бутсы. У нее есть топорик. И в смоке выход дубу плюс джиггернаут. Имеет сомни слэш. Можно попытаться сейчас зарубить тролля. Там просто будет ревидж, скорее всего, и... Смерть. Ну, тролль, мы видим, держит дистанцию. Седьмой левел у Тайтхантера. Очень хорошо. Разогнался. Там выход ответный в смоке. На шрайн. Обед. А тут достанется обеду, скорее всего. Можно даже не тратить РП. Он хотел добежать до алтаря, но... Без гостволка ему тут не грозило спасение. Демон. Надо прятаться в пусты. Он прекрасно понимает, где были эннами. Да тут можно даже уходить. Тут можно даже спасаться, потому что... У демона нет шестого уровня. Тут никак не подерешься. Тут четыре игрока. И РП, и чардж, и тролль, с которым конкурировать сейчас никто не хочет. Есть ТП. Собираются драться. Есть ревидж, если что. Выходится Тайтхантер. Пошел на чарсмэш. Это, кажется, в твоем тут ребята просто получат сейчас... А почему ребята из Freedom до сих пор не нападают на Гарри Поттера? Надо замедлять. Будет ли ревидж? Надо подтягивать сюда остальную команду тогда. Гарри Поттер пошел быковать. Ну же, будет ли ревидж или нет? Да нет, конечно. Зачем вообще это было делать? В чем проблема? Телепортироваться мид и посплиткушать немного. Такое ощущение, как будто команды в этом регионе, знаешь, их хлебом не корми, а дай подраться. Что-то остальные не особо хотели драться. Да. Только Тайтхантер и Баканул. Как-то непонятно. Есть баунти руна. Спиритбрекер имеет уже ультимейт. Инвокер. Вот-вот появится мидасик. Тайминг неплохой, кстати. До десятой минуты мидас – это хороший результат для инвокера. Аббат вчера, кстати, очень ловко на инвокере играл. Он был единственной причиной, почему Оникс не проиграли вторую карту за 20 минут или за еще меньший срок. Он сплитпушил как мог, фармил как мог, откидывался скиллами. Но пик у Дуба был настолько плохой, что что бы Аббат ни делал, как бы он ни старался, выиграть эту карту было нереально. Вот уже подходит Доминатор у Тролля. Он фармит дэншентов у соперника в лесу. Они ждут кутп на шрайн, чтобы принять здесь. Но пока сюда никто не летит. И заходить сюда тоже не собирается. Аккуратничает. Тайтхантер. Ну и Тролль может просто побить Тавр. Может быть даже в рейнджовой форме стоит это сделать, чтобы не получать анчар смеш. И есть баф в вышке, она начинает наваливать. Пока все тихо и спокойно. Десятая минута 2-2. Доминатор есть у Джиггернаута. У меня Эмбер. Просто смещается фармить. Сапог. Скоро будет ПТ. Да, что-то, кстати, Эмбер не собирается у нас Вейл покупать. Ты не обратил внимания? Действительно, физ ДПС Эмбер у нас будет. Я только за. Ну, я на самом деле тоже только за, потому что я давно не видел, и мне хочется посмотреть на план одной кнопки. План одного удара. Актуально это сейчас или нет? Ну, нет. Понятное дело, что это не актуально. Просто мне хочется увидеть это. Я давно не видел, как Эмбер фистами раскидывает всю команду. Джиггернаут под Шадоу Уорд и Алакрити просто спилил вышку. Правда, достается на Тайтхантеру. Именно он сделал ласт хит. Слушай, ну это сильно выглядит. Дабл дэмэдж, Алакрити, Шадоу Уорд. Можно было и Рошана забрать, если что. У них есть реведж, так что бояться там особо нечего. Да, это действительно так. Сразу же Аббот планирует приобретать Аганим. Прям первым слотом. Пошел разгон на ботами. Сейчас будет попытка убить Добу. Нет, ТП здесь не будет. Можно тратить ультимейт, но можно и не тратить. Тролль и так его замнет. Плюс два интеллекта для Сайленсера. Приятно. Уже шестерочка. Уже шестерочка у Сайленсера. Левел 7. Кстати, сколько бы Сайленсер интеллекта не получал, если он не покупает Мидасик, как правило, он очень мало итемов выфармливает. Даже если все у него хорошо. Не знаю, в чем причина. Фармит он, конечно, не очень быстро, но у него же курса есть. Можно набрать огромное количество интеллекта и дать за драку, не знаю, 2-3 удара всего лишь. А хочется же бить больше, если у тебя там четвертые Глейвы и много инты. Ты же очень много урона наносишь. Поэтому надо брать Мидасик, выфармливать там Пику, выфармливать Атос, какие-то такие вещи полезные. И можно даже на Саппорт Сайленсере делать много грязи, много урона. Нам показывают Нетворсы. 5800 у Тороля. Дальше идет тройка игроков Оникс. 5700 Инвокер, 5600, уже 5700 Джиггернаут, и 4800 Тайтхантер. Выход на ботом. Тороль ломает вышку, прожимается Фьюри от Джиггернаута, и отступают отсюда. Хотя есть Глобал, далеко находится Магнус. Так, с Эрпетом можно было бы и подраться, но драться против Големов и Ревейджа не особо хочется. Да, надо как-то увереннее заходить. Конечно, если использовать сначала Глобал, а потом будет влетать Магнус, тогда в целом да. Ну или как-то синхронно напасть. Действительно этим Фридом могут подраться. Но торопиться некуда. Игроки команды Фридом фармят. Весьма неплохо. Используется Смоук. Драться будут тут Фридом без своего Эмбер Спирита, разве что он сейчас делает телепорт. Это может быть весьма рискованно. Да, Эмбер Спирит делает телепорт на бот. И тут будет сейчас серьезная драка. Видят Спирит Брейкера. Спалили Спирит Брейкера. Хотя мог стоять дальше в Смаке и разогнаться откуда-то сбоку. Ну а куда врываться в Тайтхантер? Зафокусить его нереально так быстро. Отсюда ушел Инвокер. А все отсюда уходят. Уникс решили не брать эту вышку. Хотя пошел Смак. Может быть пытается сейчас через Шрайн, но они рисуют план Капкан и отправляются на топ, где энеми скорее всего не будет. Интересное смещение. Спирит Брейкер уже на миде. Уникса решили Рошана забрать? Это очень нагло. Или они просто заходят в вражеский лес? Они решили пойти в вражеский лес, действительно. Действует еще Смак. Они заняли высоту. Они находятся на хайграунде. Могут не подпустить к Шрайну. Ну и в итоге сейчас пойдут просто, наверное, забирать Т2 в ответку. Максимум, что им сделают, заберут Т1 в мидле. Аккуратно очень играют команды, по крайней мере, по фрагам. За 15 минут всего 5 фрагов. Все-таки третья решающая карта. Каждый хочет победить, получить еще небольшой шанс, дойти до гранд-финала, сыграть с комплексти и попытать удачу на Киев Мейджоре. Так, Магнус, Дубу. Пошел станчик, есть разгон. Демона толкнули, рейндропы выбили. Далеко пробежал там Игл. Не знаю, уйдет ли он отсюда. Скорее всего, его не должны отпускать. Хотя демона пытаются зафоксить. Есть глобал. Сбить нечем. Начинает тролль драться с Джиггернаутом. Ничего не выходит. Есть РП, Джиггернаут, Санстрайк никуда. Хороший бласт от инвокера падает сюда. Големчик не уйдет отсюда. Иксмайк. И в итоге сейчас просто должен поставиться Хилингвард, а он уже стоит. Его просто сломали. Он не слэш не потрачен. Забирают Т2 100%. Там ХП практически нет. Рэвидж тоже не потрачен. Упал только големчик. Ну а глобал и РП. Совершенно не синхронная драка. Совершенно не синхронная. Фридом использовали свои способности. Но Эмбер вообще ничего не сделал. Он просто не пришел сражаться. Магнус дал РП в одного Джиггернаута. Тогда, когда подтягиваться было уже просто некому. Эмбер купил ПТ и начинает делать ВЛ. Вот как так-то? Я не могу понять. Как так? Зачем ему ПТ? Для чего он купил этот артефакт? Я думал, что он будет как-то играть через виз ДПС, раз уж он ПТ взял. Чтоб скорость атаки повысить, раз на нем будет Эмпауэра. Но Эмбер просто забил. Просто забил. И не помогает своему коллективу. Забирают Рошана. И Оникса сейчас имеет все шансы на выход. На выход к команде НП. Да. 3-3 счет. По фрагам об этом говорить трудно, конечно. Но то, что так разгоняется Инвокер. У Джиггернаута преимущество над Троллем. Тролль чуть-чуть отрывается от Тайтхантера. Тайтхантер, знаешь ли, геймчейнджер неплохой. Уже появляется Аганим. 17-ая минута. Все замечательно. У Инвокера, а тут уже Грифсы. Это означает, что Тайтхантеру теперь наплевать на Глобал. Он всегда сможет своевременно ультануть. Эмберспирит уходит. Весьма причем как-то странно. Коряво. Возможно, мансил от Санстрайка. Вот он Вейл. 16-ая минута. Вейл, конечно, поздний. Но не стоит забывать, что там еще и ПТ куплено. Если бы это ПТ Эмберспирит не приобретал. Какой он талант взял? На урон или на... Ну да, конечно же, на спеллмпрификейшн. Было бы странно. Спеллмпрификейшн слишком много дает. В совокупности с Вейлом. Торнадо. Принимать нечем. Гонит, конечно, очень сильно. Санстрайк на ход. Отлично сыгран на обед. Как же он прочитал сейчас этого Эмберспирита. Это просто хайлайт. Бешеный инвокер. Абот известен своим инвокером. В 2016-м он зажигал. Да он в 2017-м зажигает. Похоже, ну, 2017-м только начинается. Можно даже так сказать. Все-таки Март на дворе. Еще много времени. Много турниров ждет нас впереди. Абот там сможет проявить себя. Главное, чтобы Ониксы... Если они выйдут на Киев Мейджор, то у Абота будет хороший шанс в очередной раз себя проявить. Так, ну что, 18-е. Минута. Яша есть тут роля. Добирает себе уже Сию. Оторвался немного от Тайтхантера на 2000. Даггер обозначил себе Тайтхантер. Появится через 1000-ку. Можно забрать Т2. Приблизить Тайтхантера к Даггеру. Все-таки есть Големы, есть Реведж, есть Грифсы. Тревела появляются у Инвокера. Слушай, хороший Нетворс для 19-й минуты. Нужно давить. Ставит с Хилинг Варт, и Джиггернаут начинает месить вышку. Тут готовы драться от Типридом. Тут готовы драться. Тут Шадоу Варт и все. Да, не получилось. Они, конечно, и хотели бы подраться, но опять сюда не приходит Тролль. Вот Джиггернаут Аегис, наверное, Фридом не очень... Все-таки, все-таки не очень хочется воевать. Спрятались. Тролль вместе с Магнусом. Ждут выхода врага. У Магнуса запланирована покупка Шадоу Блейда. В этой игре артефакт действительно хороший для инициации. Опять Магнус не тот так. Дубу попытка убить. Пошел Гаш. Есть Чайны. Подходит сюда. Ой, как больно. Ой, как больно. Пошел Станк Кентавра. Зарубили здесь в итоге. Спирит Брейкером. Можно забрать Эншентов. А тут еще и Тайт Хантер в Инвизе. Он же тут может задать жару, если кого-то найдет. Нет, так что не задаст он жару. А, просто решил пофармить. Ну, 5-3. А можно посмотреть преимущество? Там было около 4 тысяч. Да, уже около 8. Ввиду Тоникс. Да, конечно, геймчейндж хороший у Фридом, как и у Оникс. Ну, пока есть Аегис. Хочется все-таки толкнуть немножечко Лайн. Но Тролль прожимает Ультимейт. И уже как-то... Не хочется толкать. Да, но стоит Хилинг Вард. И Шадоу Борд накинули на Джиггернаута. Так что он снова фуловый. И может заходить еще раз. Прошел Луд Ласт. Снова прожимает Фьюри. Снова Шадоу Борд. И надо отбежать. Залетает Игнайт. Продолжают осаждать. Ничего не боится Джиггернаут. Потому что Лакрити под ним еще быстрее падает Вышка. Но аккуратнее надо быть. Прожимает Монта Стайл. Вышка еле живая. Упадет уже, наверное, от Иллюзий. Добивает ее с Фьюри. Прожимаются Грифсы. Тут следует очень аккуратно играть, потому что... Поставится по ДРП. Он должен кончиться. Уже закончился. Уже закончился. Если бы в этот момент Фридом напали, могли бы, конечно, у них Сайдраку проиграть. Но они предусмотрительно отступили. И теперь забирают Алтари. Форш под Аллакрити. Джиггернаут под Аллакрити интереснее. Да, вот... Знаешь, какой-то этот вот мем с... Я не знаю. Ты под учебным аллогией? С СМРТ мозга, где сначала там, ну, типа Джиггернаут с Аллакрити. Ну, просто обыкновенный человек. Все, я понял про что ты. И там потом Форш с Аллакрити. Нет, самое сильное это рейнджовые крипотеррии. Рейнджовые крипотеррии, да. Вот кто-то должен этот мемас запилить. Но нас, наверное, не так много народа смотрит сейчас. Некого попросить. Ну, ладно. Жизненно. Это жизненно. Это поймет слишком узкий круг людей, который смотрел наши трансляции. Это юмор для сотен. Для элиты. Элитный юмор. Тимфридом старается дофармить свои артефакты. Как там дела у Эмбера? У Эмбера 8000 нотворца. Драться он совершенно не хочет. Вот он купил даггер и теперь хочет покупать травола. То есть, в принципе, ПТ ему просто было не нужно. Он, конечно, чуть быстрее бегает. Чуть быстрее у него скорость атаки, но... Я думаю, что они дождутся следующего Рошана и будут заходить на хайграунд. То есть, у них сейчас дела слишком хорошо обстоят для того, чтобы закончить игру. А вот Фридом надо пытаться найти возможность как-то затянуть. Аркейн Руна у Эмбер Спирита. Хороший баф для него. Формятся снова вражеские шрайны. Там тролль погиб. У нас разобрался с ним обед. Причем в соло. Падает шрайн. Короля не будет 40 секунд. Тролль берет далее Эмпауэр. Он там старается подсплитить немножечко, не пускать инвокера. Джиггернаут заправляет иллюзии. Кнайт залетает. Можно фармануть големчиков. Джиггернаут ворюга. Бедный у гормак ходит и не знает, где ему найти фарм. А он отнимает все. Ну, видишь, у меня же практически скади дофармил. Он просит Джиггернаута подождать немножко. Так, Иксмайк купил Шадоу Блейд. Конечно, поймать бы кого-нибудь с этим Шадоу Блейдом. Лотусорп у Варлока. Лотусорп спасает от глобала. По крайней мере, самого Варлока он сможет дать голема. Тогда, когда будет нападать на Магнус или тролль. Так что на данной минуте Сайленсер уже не так актуален. Как мы можем понять. У меня бы даже сказал, что он вообще не актуален своим 3500. Нажать один раз кнопку, скидывается это все дело грифсами. Инвокер нажимает EUL. И дальше все плохо становится. Монтау Джиггернаут. В итоге он работает только на Варлока и на Огрмага на данный момент. Классический Аббот без талантов на 18 уровне. Вообще без талантов. Интересно, с чем это связано? Можно же просто два уровня потратить для того, чтобы вкачать здоровье. Оно не сильно важно, здоровье или урон. Но ты же можешь на 15 левеле взять 35%. Икспы там же 35, да? По-моему, 35 у инвокера. Точно, не помню. Но, по крайней мере, очень много. И намного быстрее апнуть левел 25. А то, ну, какой смысл. А, кстати, потом Аббот вообще выкачивает. Он начинает качать таланты где-то ближе к 20 левелу. И все равно берет. Есть Кади и есть Равла на Эмбери. Ждут появления Рошана. Что Оникс, что Фридом. Загулял Дубу. И Дубу, наверное, отсюда не уйдет. Да, его просто зарубит тролль. Хотя, пошли Гривсы. Дубу прячется. Прожимается БКБ. Ну, добьют Дубу. Добьют. Хотя нет. Пасанул тролль. Понимает то, что Блэкингвар скоро закончится. А там уже драка вовсю. Силенсер погиб. Пошел Рэвидж. Подловили здесь еще и Големчиком. Может погибнуть Эмбер. Подняли его в Торнадо. Есть Санстрайк. Погибнет также Игл. Эмбер. Эмбер погибает. БСЖ отсюда тоже не отпустит. Он под Солл-Крестом. Отличный Айс Волл. Это минус 5 от Тима Оникс. И это большие проблемы для Фридом. По Эпаку Магнуса нет. Легчайшая драка для команды Оникс. Зарабатывают 2000 золота Оникс. Ну, им вообще плевать, сколько они золота зарабатывают. Может закончить у них не получится, потому что Фридом зараспаунился и наверняка захотят фодраться. Но один лайн точно сломали. Троля нет. Два лайна они ломают 100%. Два лайна они все-таки ломают. Действительно. На третий, скорее всего, не пойдут, потому что там тролль зараспаунился. Можно пойти Рошана забрать. И прийти на тресни. Да, он как раз появился во время файта, если не ошибаюсь. Просто там стоят крипы. Я не вижу, чтобы он там был на мини-карте. Не видно, что он зараспаунился. Нет, Рошан, не зараспаунился. Сейчас только он будет появляться. О, появился. Появился Рошан, да. Есть инфа. Там стоит крип. Пошел разгон от спиритбрейкера. Не стоит этого делать. Куда ты бежишь? Не за чем. Ониксам не за чем здесь драться. Как же сейвили дубу? Ну, вот сейчас его можно продать, конечно. Станчик даст. Эмбер, Эмбер, Эмбер наполучал. Отсюда надо уйти. Дешевле будет. Что тут... Хорошая торнадо прерывает разгон. Есть санстрайк или живой игл. Можно дать гашку. Это пошел ультимейт, если не ошибаюсь. Крипа даже. Есть глобал. Тут же скидывает Саманта стайлом. Там РП пошло в пол, что ли? РП было потрачено. И он... Иксмайк не попал ни в кого. Ну, это плохо. Мишань. Я понимаю, возраст. Могут быть проблемы уже со зрением. Но... В пол давать РП не стоит. Слушай, даже без ультимейтов Оникса разобрались. Но даже если они сейчас наделали фрагов, это просто драка ни за что. То есть... Бот они спушить не смогут. А что они не смогут? Если... Там еще 45 секунд без Эмбер Спирита, а обед уже на хейк граунде. Если Team Freedom будут дефать, то, наверное... А может и смогут. Нет Магнуса, но у BSG по-прежнему Эмпауэр имеется. Он, правда, должен скоро кончаться, а Магнус не сможет дать ему баб. Да, они спушат сейчас. КМП. Неплохо сыграно. Подходит сюда Дубу. Игл пытается уйти. Отличная стеночка. Там еще холдснэп висит. Игл просто не может дать чардж. Он все-таки дает, когда кончается холдснэпом. Не слэш, а джиггернаута. Это ГГ. Это просто ГГ. ГОДГЕМ пишет Иксмайк. Команда Мишки покидает данный турнир. Freedom больше не смогут продолжить свой путь на Мейтере. К их великому сожалению. Обидно. Обидно получилось, потому что пик был просто великолепный, на мой взгляд, у Freedom. Задумка была хорошая. Только как-то просто не срослось. Эмберспирит был просто бесполезен в этой игре. Эмберспирит — это герой, который старается драться. Он покупает Вейл, апает 12 уровень и убивает практически любого персонажа на карте. Но вот в данной ситуации он не убивает, наверное, только Тайтхантера, поскольку у него там Мека или Гривзы имеются. Ну и скидывается. И опять-таки Кракеншелл, который скидывает с себя дебафы. Инвокера убить не очень просто, поскольку у него есть Инвиз, и он может Торнадо кинуть, сбить тебе Флэмгвард. Но остальных он там всех убивает. Ну, Джиггернаут, ладно, тоже не убивает. Но все равно остальных персонажей, саппортов он легко просто вырезает. Они ничего не могут ему сделать. Есть Магнус, который дает им пауэр, позволяет тебе сплит пушить. Даже если ты играешь не в физический урон, а в магический, ты можешь лишний раз сэкономить Флэмгвард. Если где-то начнется драка, а у тебя нет Флэмгварда, ну ты там ничем не поможешь. А так у тебя всегда будет Флэмгвард, ты можешь пролететь и помочь. Но это все не помогло, к сожалению, команде X-Майка выйти в финал лузеров, получается. Да, в финал лузеров. И мы там будем ждать команду Onix. Там Onix, точнее мы их не будем ждать, они уже там. Их там ждала команда NP.